Межсезонье-межсезонье Межсезонье-межсезонье В этот же день предстояла игра против младших одноклубников команды Ю-19. Но нас интересовала не столько игра, сколько то, что этой игре предшествовало, как прошел один день команды. После занятий в тренажерном зале и теории работа на поле базы, в которой помимо игроков основы принимали участие и воспитанники молодежного состава. Тренировка длилась около полутора часов, после чего последовала команда приступить к водным процедурам. И футболисты направились на море. Правда, Анатолий Диденко по пути решил показать, что несмотря на свой почетный статус ветерана, он в плане физических кондиций еще даст фору многим молодым. На самом деле морская прогулка несколько разочаровала. То ли вода оказалась холодной, то ли усталость от тренировки дала о себе знать. Но факт остается фактом. Большинство игроков команды моряков зашли в море по пояс и массового заплыва устраивать не стали. Поэтому подтвердить или опровергнуть слова Андрея Глушенко о том, что вратарей лучшие пловцы в команде, мы так и не смогли. Дима без рук. Да? И что, плавают это здорово? Да. Очень. Ну он же одессит ему положит. Особенно с камнями рядом. Как только они ловят мяч сразу, надо ловить. Вот Женя, он лучше удаст интервью. Женя, покажи, как ты плаваешь. Хотя сам Андрей совершил небольшой заплыв, категорически отказавшись, правда, от принятия солнечных ванн. Андрей, а солнечные процедуры? Нет, а солнечные ванны. Не бегаю. Зато стали свидетелями трогательной встречи Романа Григорьчука со своей семьей. Не на берегу даже, а в море. Ну и не упустили шанс побеседовать с наследником футбольных традиций. А что на тренировки не ходишь? Что, море больше нравится? Да. Да? Ну зато честно, да? А плавать уже научился? Да, буду учиться. Больше учиться? А кто тебя учит, мама или папа? Мама и мама. А когда большинство игроков отдыхало перед игрой в своих номерах, из дверей базы показался расстроенный Лео де Матос. Причина грусти – рецидив старой травмы. А значит, восстановление, а значит, вопрос о том, когда он сможет выйти на поле. После консультации с врачом и обстоятельной беседы с Сергеем Керницким, который в эти дни разве что только не ночует на базе. Лео сел в машину и уехал домой. Лечиться. Сюда. А вот и вторая временная потеря черноморца. Евгений Зубейко тоже расстроен. Теперь в лангетке 10 дней придется ходить. Просто Женя говорит, что его настроение не стоит. Потому что ты ходишь нормально, а он видишь. Так что, дебе за ним походить? Не знаю. Пока не на голову у тебя ходить. Не знаю. А значит, подготовка к сезону скомкана. На фоне этого радостная новость. Андерсон и Санта не сняли гипс, чувствуют себя хорошо и приступают к восстановлению. А в это время на базе архитекторской предматчивает тренировка, которую руководят Александр Бабич и Геннадий Нижегородов. Для них, да и для их игроков, предстоящая игра против основы, как своеобразные смотрины, на которых надо показать себя с самой лучшей стороны. Что, забегая вперед, им в принципе удалось. Ну а уже через несколько часов разминка на так называемом среднем поле УТБ Савиньон, где и состоится игра. В отсутствие получившего микротравму Дмитрия Безотосного, упрямо накручивавшего круги на соседней поляне, Андрей Глушенко руководит двумя вратарями, которые сегодня будут защищать ворота основы. Евгения Паста и Дмитрия Безрука. Отхватывай, глянь, полностью. Обнимай его. Какой смысл упражнений? Нет. Прием само собой. Заставляет, когда на коленях, концентрирует. Потому что чуть расслабился, достался беззубовый, мяч не поймал. Вот идет концентрация, все время на мяч. Покажи, какой не надо. Ой, блин, еле поймал, я чуть-чуть камеру наведи все, ты уже не знаешь, что бьет. Хорошо, давай, открой, плотный. Собака. Отлично, отлично. Фантастик, а если 30 тысяч будут сидеть, все? Пофиг кто, Месси бьет или охранник бьет. Все равно, мяч круглый, он должен быть у меня в руках и все. Только мяч интересует, ни нога, ни шпу. Пошли же, сразу забивай. Хорошо. Заборчик, все красиво, все ловит. Хорошо. Летим. Спортэкспресс. А, хорош. Ну а далее была игра, обзоры которой, как и обзоры о других тренировочных играх черноморца, вы увидите в программе «В центре поля» на следующей неделе. Заборчик, ждем!